Для лиц старше 16 лет Е3 2017 отдаляется, становясь приятным воспоминанием. Столько всего нам показали! Но есть один момент. В большинстве своем заявленное выйдет только осенью, до которой еще аж два жарких месяца. Неужели придется выходить на улицу? «А-а-а! Хочу играть!» – кричит ваш насквозь проигранный разум. Но только во что? Перепройти заезженные хиты, купленные на распродаже, или… Да нет никакого «или». Придется ждать осени. Эх. О, нет! А вот и нет. Лето, конечно, пара отпусков, но не у всех. Посмотрев нашу подборку «Во что поиграть в июле?», вы поймете, что индустрия не стоит на месте. А новинок хватает даже летом. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Первое в списке – Adventure Craft, которое выйдет 6 июля в ранний доступ Steam. На вид как очередное инди-что-то, знаем. Но все-таки стоит приглядеться к тому, что предлагает Edible Entertainment. Это разработчик, если что. Adventure Craft – это процедурно генерируемая RPG-песочница с уникальной и в то же время понятной системой создания предметов, которая идет бок о бок с добычей ресурсов, конечно же, и… Все это в огромном живом мире, прорисованном в симпатичных пикселях. Пффф, видели раньше? Не впечатляет? Тогда вот вам еще особенности. Разнообразные биомы – леса, пустыни, болота, горы, озера, пустоши, подземелья и так далее. Гигантские бестиарии, сотни видов монстров и диких животных. Обширный набор рукоделия. Создавайте оружие, броню, инструменты, пищу, а также стройте здания. Исследуйте, покоряйте, вломиться можно куда угодно. Копите золото и живите как король, улучшая свое жилище и настраивая внешний облик. Ах да, и, конечно же, всем этим можно заниматься в компании через кооператив или мультиплеер. Ну что, заинтересовались? Тогда вы знаете, что делать. 6 июля, в четверг, заходите в Steam и участвуйте в раннем доступе. Возможно, перед нами новая Террария или Стар Дью Велли. 12 июля в Steam выйдет The End Is Night. Совместное творчество авторов Super Meat Boy и The Binding of Isaac Эдмунда Макмиллена и Clojure Тайлера Глайла. Знающий глаз тут же отметит фирменный, мрачный, но милый стиль, а игровой процесс и вовсе назовет цитированием. По сути так, однако, если верить авторам, The End Is Night это нечто новое и, что немаловажно, очень большое, хоть и в жанре платформера. По замыслу к игрокам в управление попадает Эш, маленькое существо, пережившее конец света, которому придется преодолеть ужасы нового мира, дабы обрести друга. Не замысловато, конечно. Впрочем, не за историю мы так ценим Super Meat Boy, верно? Все прохождение разбито на 12 глав, состоящих в сумме из более 600 уровней, на которых будет множество секретов. Ко всему прибавьте 80 достижений в Steam, и это зазвучит страшно интересно, особенно если вы знакомы с уровнем сложности, заданным в предыдущих проектах Макмиллена. В общем так, фанатам Super Meat Boy даже рекомендовать игру не надо, а всем остальным... Слушайте, если вы любите платформеры, то играть обязательно. Предварительные заказы в Steam все еще принимаются по сниженной на 10% цене — 314 рублей. Спешите! Все, кто изголодался по JRPG и тактике, 18 июля ждет сюрприз под названием Children of Zodiacs — наследница Хрона Триггер от канадской студии Cardboard Utopia, которая решила разбавить классическую механику элементами коллекционок, соединив лучшие от Final Fantasy Tactics и Magic the Gathering. Что в итоге? Интересный гибрид. Вместо привычного пульта с тактическими указаниями — набор карт, отвечающих за все действия персонажей, будь то атака, защита или использование активных способностей. Отсюда эффект случайности. Набор возможностей в колоде известен заранее, однако предугадать порядок появления карт нельзя, что заставляет менять тактику на лету. Все это дополняется бросанием игральных костей со специальными символами, которые добавляют некоторые эффекты вроде еще одного хода. Что до сюжета, то он вертится вокруг противостояния Империи Зла и, по словам разработчиков, сможет удивить сценарными ходами. Недаром ведь Children of Zodiacs позиционируется как сюжетно-ориентированное приключение. Звучит многообещающе, не находите? А выглядит и подавно. Выбранный стиль пестрит мотивами старой школы и, как нам кажется, не оставляет сомнений в том, чтобы 18 июля обратить на Children of Zodiacs более пристальное внимание. Игра выходит на ПК и PS4. А тем, кто до сих пор пускает слюни на The Legend of Zelda Breath of the Wild, не имея под рукой Nintendo Switch, стоит приглядеться к Йондер, The Cloud Catcher Chronicles, который выйдет 18 июля на ПК и PS4. Хотя тут мы немного слукавили, ведь все, что объединяет ее с хитовой Зельдой, это яркий своеобразный графический стиль. На деле же Йондер, The Cloud Catcher Chronicles — адвенчура от третьего лица с открытым миром, предлагающая отправиться в путешествие по обширным просторам острова Гемея, разбитого на 8 климатических районов, в каждом из которых свои флоры и фауна, а также сменяющие друг друга времена года и полноценный 24-часовой цикл. По сюжету этот остров некогда считался раем, однако постепенно его начала окутывать липкая тьма. С ней и предстоит сражаться. Разработкой занимается студия со смешным названием Prideful Sloth, собранная из бывших сотрудников Rocksteady и нескольких бывших геймпродюсеров Activision. А они опытные игроделы, так что у Йондер, The Cloud Catcher Chronicles все шансы оказаться открытием этого лета. 20 июля моба Gigantic, которая последний год находилась в закрытом бета-тесте, а с 22 июня перешла в открытый, выйдет на ПК и Xbox One. Почему нет PS4? Потому что издатель, Microsoft и данная игра эксклюзив на их платформы. Так-то. Вообще-то аренных побоищ на рынке хватает, и все же Gigantic способна предложить кое-что новое. Во-первых, вид от третьего лица. Конечно, такое уже было в Paragon, да и в Smite тоже, однако в Gigantic это больше похоже на TPS Action, без Target Direct. Во-вторых, мультяшную стилистику, чем-то напоминающую Wild Stars или Battleborn. В-третьих, и это ключевое, пересмотренную классическую мобы-механику, в которой участие в сражениях 5 на 5 сводится к уничтожению вражеского стража, гигантского существа. Также, помимо основного режима, есть и эпические дуэли один на один, а со временем появятся и другие. На данный момент в игре доступно 15 персонажей, и в будущем, естественно, их будет гораздо больше. Gigantic распространяется по фри-то-плей модели, так что, если вы до сих пор не приняли участие в открытом бета-тесте, советуем скачать клиент и попробовать, чтобы на выходе 20 июля получить дополнительные бонусы. Игра будет доступна через Steam, а также через фирменный лаунчер и сервис Xbox. Раз уж мы упомянули Парагон, то стоит поговорить и о другом детищу Epic Games, которое 25 июля откроет свои фри-то-плей двери. Правда, только в ранний доступ. Речь о Fortnite. Удивительное дело, еще недавно о ней никто не вспоминал, как вдруг объявили, что игра жива, работы ведутся, и скоро в нее даже можно будет поиграть. Надо же! Ну все, скепсис в сторону. Fortnite — это кооперативный сэндбокс-экшен про зомби, в котором предстоит исследовать открытый мир, отбиваться от нападок живых мертвецов, строить базу и защищать свою территорию. Эдакая, знаете, жгучая смесь Minecraft и Left 4 Dead в мультяшной «Привет, Джайгантик» стилистике. Выглядит как минимум интересно. Что на деле? Надо играть. Ранняя версия Fortnite выйдет 25 июля на ПК, PS4 и Xbox One и будет доступна только тем, кто купит комплект основателя. Все подробности на официальном сайте. Free-to-Play-версия появится лишь в 2018 году. Такие дела. Не ищите убежище! Создайте его! Все эти открытые миры, РПГ, тактики, зомби чуть было не отвлекли нас от одной особенной игры — Aven Colony, выход которой намечен на 25 июля. Это градостроительный симулятор, в котором нужно развивать колонию в чуждом мире под названием Aven Pry, расположенном на расстоянии сотен световых лет от Земли. Создайте устойчивую инфраструктуру, при этом не забывая следить за благополучием граждан. Их настроение — ваш залог успеха. Управляйте распределением ресурсов, защищая анклав от местных, зачастую суровых условий. Экстремальных электрических, пыльных, осколочных бурь, выбросов смертоносного газа, нападок местной фауны в виде гигантских червей а-ля Дюна и так далее. Узнайте прошлое нового мира в полновесной одиночной кампании, и это далеко не все. Согласитесь, возможность что-то построить, да еще и на другой планете, выпадает нечасто, а Aven Colony предлагает большой арсенал возможностей и выглядит хорошей альтернативой Anno 2205 и Planet Base, которые, признайтесь, получились на выходе так себе. Хотя сулили многое. Среди инди-студий есть такие, которые не нуждаются в представлении. Supergiant Games как раз из этой серии, а их новая игра — один из самых ожидаемых релизов лета. Встречайте, Pyre, которая выходит 25 июля на ПК и PS4. Очередной заведомо хитовый проект в узнаваемой стилистике авторов Bastion и Transistor, на сей раз в отрядной RPG-обертке. В сюжетной кампании Pyre вам предстоит возглавить группу изгнанников в борьбе за свободу, проведя их через большой открытый мир, наполненный удивительными и не только по красоте местами и запоминающимися персонажами. А поединки 3 на 3, перед которыми нужно выбрать, кого поставить на бой, лишь добавят динамики происходящему, поданному через богатый сюжет с открытым финалом. Кстати, закончив все дела в одной истории, вы сможете начать новую. Все это вкупе с именем разработчика делают Испайр жемчужину, в которую вы просто обязаны поиграть. Так что не пропустите. Предпоследний пункт в нашей подборке занимает Saltis Chronicles M.I.A. спин-офф успешного топ-даун-шутера The Red Saltis, вышедшего в 2015. Правда, то была скорее смесь стратегии с тактикой и РПГ, поданной сверху. В нее мы играли в одного, хотя лучше было в кампании. Так The Red Saltis себя и зарекомендовала, и разработчики, понимая желание большинства, сделали ставку на основное — кооператив, докрутив и без того неплохую механику. В Saltis Chronicles M.I.A. вновь предстоит сразиться с мутантами, как в одиночной кампании, так и в режиме кооператива, рассчитанном на пять человек. В распоряжении игроков — четыре бойца, каждый со своим набором навыков. Большой арсенал, бодрый экшен, система развития и сочная картинка на Unreal Engine должны сделать свое дело и подарить вам и вашим друзьям незабываемые летние вечера, раскрашенные зачисткой марсианской колонии. Выход в Saltis Chronicles M.I.A. состоится 27 июля в Steam. Завершает нашу подборку Метроид Ваня. Сандарт, выходящая аккурат в конце месяца, 30 июля, на ПК и PS4. На нее в первую очередь стоит обратить внимание всем, кто играл в предыдущий проект Thunder Lotus Games. Йотун, который вышел в прошлом году и собрал очень положительные отзывы в Steam, имея рейтинг 79 на Metacritic. Остальных же должна привлечь жанровая основа и... качество исполнения. В центре повествования девушка Эш, которую неведомо как затянула в адские пещеры, и теперь у нее одна цель — выбраться. Вот только сделать это будет непросто. Сами пещеры весьма разветвленные, а все остальное работает по законам жанра. То есть попасть в отдельные части можно будет только со временем. По словам разработчиков, прохождение займет примерно 20 часов, после чего вам предложат начать новую игру. R — реиграбельность. Также нас ждут обширный набор способностей и, естественно, битвы с боссами. Куда же без них. Ко всему прочему, Сандарт выделяет уникальный графический стиль с прекрасной анимацией. Любите что-то сложное с хорошей рисовкой? Тогда не проходите мимо. Все. На первый взгляд не так уж много. Всего 10 игр. Однако это выборка лучших, по мнению нашей редакции, разумеется. Пускай среди них нет ААА-монстров, зато есть крепкие и, главное, интересные проекты, которые могут занять вас в июле. А с вами был канал Гомоноид. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова